ты где был на улице на улице что ты там делал чилил я в своем познании настолько преисполнился что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет понимаешь как эта земля мне уже этот мир абсолютно понятен и я здесь ищу только одного покоя умиротворения и вот этой гармонии чилил на улице там же холодно и ветер а я и не почувствовал потому что на тебе куртка от все майки потому что на мне куртка от все майки с принтом унесенные ветром а причем здесь унесенные ветром ну осень ветер и вы уважаемые зрители тоже можете приобрести куртку на сайте все майки с уникальным принтом выбрав его из уже имеющихся на сайте или создав свой персональный с помощью удобного конструктора там же на сайте саму куртку как вы могли понять я протестировал и помимо того что она сидит идеально она оснащена капюшоном осенняя куртка без капюшона деньги на ветер карманами куда же без них и резинками чтобы не поддувала но благодаря теплому подкладу из флиса вам останется только позаботиться чтобы ноги были в тепле а еще не забывайте что на сайте все майки есть огромное количество других вещей с принтами по музыке играм фильмом и т.д. и т.п. все необходимые ссылки будут в описании а по промокоду терл 921 вы получите еще скидку в 10 процентов она плюсуется с акциями на сайте так что все супер выгодно я конечно осознаю что форсажи уже давно нет смысла воспринимать всерьез критиковать за отсутствие логики и игнорирование законов физики но все равно буду поэтому давайте приступим к обзору девятой серии самые длинные рекламы механической коробки передач и вы уже наверно знаете что девятый форсаж начинается с того что в 1989 году отец доминика стал виновником того кобздеца который произошел в четвертом пункте назначения и даже не потому что аннушка пролила маслица другими словами он поджарился во время гонки к слову это своего рода флэшбэк далеко не единственный флэшбэк в этом фильме их еще будет дохрена как будто девятый форсаж решил отыграться за предыдущие части в которых флэшбэков не было вообще это кстати доминик версии 1989 года да на лицо поразительное сходство нет можно конечно сказать что стритрейсинг и спасение мира меняет людей но нам не обязательно сравнивать этого доминика с домиником версии 2021 года вот так доминик выглядел в 2001 году в первом форсаже разница между двумя этими состояниями доминика 12 лет как будто форсаж решил возложить на себя обязанность объяснить таким образом зачем нужно менять паспорт в 20 лет в то же время из другого флэшбэка мы узнаем что доминик сидел в тюрьме а тюрьма тоже как известно но нет в следующем флэшбэке он выйдет из тюрьмы без носа картошкой и все с той же формой черепа короче каст офигенный а я вас уже наверно заканчивается же вступительная сцена следующим образом уверен каждый кто смотрел этот фильм и ожидала тут переход на лицо современного доминика но нет фильм как будто бы говорит нам этим переходом что он обманет наши ожидания или кто-то просто хотел избежать повторения потому что переход с лица молодого брата доминика на его нынешнее лицо фильме будет в то же время фильме будет и это то есть как бы так как режиссер посчитал что фильм смонтирован очень плохо он или она захотел снять свое имя с титров и воспользоваться псевдонимом гильдии режиссеров алан смитти так как настоящее имя режиссера оказалось именно алан смитти и он захотел убрать его с титров он в общем мы оказываемся на ферме надежности торетто где доминик чинит трактор он вообще постоянно что-то чинит а это значит что он постоянно все ломает вот и на этот раз он сломал трактор когда хотел установить рекорд по скорости сбора урожая в мае видимо в ремонте техники ему помогает сына который несмотря на свой юный возраст мало того что может поддержать разговор с взрослым так еще и постоянно ставит под сомнение всю ту херню которую ему говорят эти взрослые самое важное в жизни я узнал именно на этом треке правда рассекаешь прямо как папа правда мы с твоей мамой познакомились вон там она смотрит на тебя прямо с небес серьезно тут из дома выходит летти и даже с такого расстояния видны и и внушительные бицухи поэтому доминику не сдобровать если вдруг окажется что он не опустила стульчик бойлер опять накрылся вот она цена уединения мое 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 вот она цена уединения вот она цена уединения а ты уверен жаль только что мы не узнаем как доминик сломал бойлер наверное и на нем хотел выжить 100 км за 3 секунды да когда все мужики живут по принципу настоящий мужчина должен своей жизни посадите дерево построите дом вырастить сына то доминик живет по принципу я должен сломать дерево дом сына а потом починить вдруг на горизонте появляется машина брэн помнишь куда надо спрятаться и я бы сказал что реакцию доминика можно понять ведь у машины нет номера и как бы непонятно кто это а вдруг это очередной мистер хер в пальто с очередным крутым заданием по спасению мира а у доминика еще трактор и бойлер не починены и к слову с номерами на машинах в этом фильме все как-то напутано на каких-то машинах они есть и спереди и сзади на каких-то только сзади а у доминика не спереди не сзади наверное потому что единственный номер который ему бы подошел и уже занял марион кобретти из фильма кобра в общем гостями оказываются друзья все вместе на одной тачке а это неприемлемо ведь когда три первоклассных водилы направляются в один пункт назначения они должны ехать каждый на своей тачке у которых при этом двигатели 100 литров с расходом 1000 литров на километр выхлопными трубами такого размера что в них рождают черные дыры и издающими такой громкий звук что с ними могут посоревноваться лишь трубы гавриила это все написано в книге философия для гонщиков долбов которую доминика знает наизусть потому что она есть в единственном экземпляре у него в голове но его друзья говорят что они приехали на одной машине и соображение экономии бензин то дорогой они ведь и не в казахстане оказывается что мистер никто подал сигнал о помощи и теперь команда доминика должна его спасти или что-то типа того но доминик такой не шалю никого не трогаю подчиняю примус он поймал сайфер я отошел от таких дел погоди доминик речь о сайфер об убийце матери твоего ребенка все в прошлом приходите когда в серию подвезут путешествие во времени кстати не удивлюсь если окажется что обилие флешбеков в этой части это своего рода подготовка мягкая подстилка для игр со временем следующих частях но муж и жена не одна сатана когда муж и завел ребенка на стороне такая жизнь не для нас брайан и мия завязали как только у них появились дети вот и завязывай у меня-то детей нет и дом такой ок мальчик ночь пришла а день все дальше но потом он замечает в послании мистера никто глаз алмаз наверное его любимая передача по телевизору телевизионный шум в котором он видит то что другим не под силу это идет оттуда ну и софт конечно топовый топ за ним мы должна гоняться команда первоклассных монтажеров и вот они уже на каком-то острове на этот раз практически каждый на своем транспорте потому что она не первоклассный водила а хакер и вообще у нее прав нет о чем мы узнаем позже и если роман выбрал мини броневик он так смешно шутит предлагаю смеяться над каждой его шуткой нет так вот летти с каких-то пор белозубая мотоциклистка блять они же прожженные автомобилисты и если я не ошибаюсь то за предыдущие восемь частей никто из них ни разу не сел на мод ну кроме нее это это было мимолетом да и сама она залетная такая херня еще простительно хопсу но никому бы то ни было из тусовки доминика это какой-то разъеб канона ради сомнительных трюков для мотоциклистов уже давно есть свой форсаж да за покупку мотоцикла должны изгонять из семьи торетто но мы имеем что имеем я поеду первый конечно едь ты же на мотоцикле тебя не жалко а чел на броневике пускай сзади плетется и шутки шутит по удачному стечению обстоятельств к обломкам самолета ведет непонятно кем наезженная дорога доминик зная куда они направляются выбрал лучший камуфляж возможно он хотел ослеплять снайперов белоснежностью своей футболки а из всей группы бронежилет только на водителям броневика кто знает что еще у него под броней они находят источник сигнала и извлекают его и что это за хрень это диско шар сюда вот еще можно флешку вставить с музыкой или проигрывать ее по bluetooth со смартфона доминик тут кругом не души не намека на мистера никто так бы и сказал здесь нет никто вдруг появляются военные которые мажут по статичной цели доминиканцы можно я буду так называть команду доминика в общем доминиканцы начинают двигаться у военных пропадает всякая надежда на попадание разве что когда они окружают романа удача им улыбается но одним и гнилым зубом они типа по нему попадают но всегда в бронежилет а он убивает по меньшей мере 10 солдат с одного рожка одним зажимом ну и пара десятков попаданий с калаша в бронежилет для романа как поцелуи ангелов так вот себя ведут после попаданий в броник только слабаки его даже эти дырки не очень-то волнуют и это как бы начало очень ироничные шутки длиною во весь фильм про то что роман считает их неуязвимыми супергероями не 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 вы не въезжайте просто вдумайтесь мы мотаемся по миру с безумными заданиями и довольно часто делая то что другие считают тупо невозможным на мне за все время ни одного гребаного шрама и все мы до сих пор живы ну а она опять в порядке исключения что же касается брайана который не жив не мертв то тут как бы немного неловкая ситуация начинается погоня обычная такая среднестатистическая пока не приходит время выехать на минное поле и прикол тут в том что ехать надо максимально быстро чтобы мина срабатывала уже позади машины что по скорости и вроде преследователи не отстают а значит едут с той же скоростью что и доминиканцы но почему-то подрываются только они и ладно бы они подрывались когда ехали позади машины главных героев но нет они взрываются в любом случае крутые мужики всегда подскажут вам как правильно носить вещи я конечно не уверен но по моему тут два варианта либо он действительно носит крестик на спине либо режиссер прекрасно понимает что целевая аудитория этого фильма смотрит его с отключенным мозгом если там конечно еще есть что отключать поэтому ей нужны такие вот подсказки в общем все кто на автомобилях с горем пополам проскакивают минное поле а роман с его максимальной скоростью в 70 миль в час ловит каждую мину и оказывается в неловком положении и тут с форсажем случается call of duty все замирает погоня остается где-то позади в прошлом эти двое наблюдают как роман вылазит из броневика пока тот не упал на мину роман выбирается броневик падает и улетает в космос от такого тухлого взрыва которым роману даже жопу не оторвало но быстро возвращается нет он выживает они такие стоят офигевают типа вау ничего себе вот бы так еще полчаса постоять поофигевать но бац склейка и выясняется что погоня-то продолжается летти наконец-то наказывают за то что она села на мотоцикл то есть если бы она упала на землю то размоталась бы в хлам а капот мягонький это нам уже второй раз дают понять или третий а вот крыша твердая где девайс появляется какой-то крутой мужик на машине это был джейкоб я не ошиблась если это джейкоб то тогда кто был это ладно это один и тот же человек просто он носит крестик с той стороны с которой его снимают в нескольких милях от нас находится мост через границу и вот этот мост и я не знаю что это за государства такие наверное супер дружественные раз на единственном мосту через границу нет пограничников мост рвется с одного края но машина по нему благополучно проезжает и если учесть что фильме будет подниматься тема супер героев по-другому сверх людей то в этом эпизоде я вижу отсылку к нитше с его канатом над пропастью протянутым между животным и сверхчеловеком тем более когда доминик совершает еще более безрассудный трюк с помощью этого каната можно сказать что переход совершен и следовательно предыдущие восемь частей форсажа были баснями ну и да вы не смотрите на то что они не пристегнуты сверх людям можно не пристегиваться за джейкобом же прилетает нло и бац склейка они уже летят в самолете на котором за ними прилетел брат брайана я вас конечно подброшу но на этом помощь закончится то есть получается сюда они прибыли на своем самолете ну да ладно в любом случае это лучше чем если бы после этой заварушки нам сразу показали как они гоняют шашлыки на заднем дворике дома доминика ты знал про джейкоба вопрос что за джейкоб джейкоб это младший брат доминика на доминика накатывает флэшбэк и первое что бросается в глаза это то что создатели фильма решили подчеркнуть разность возрасте братьев визуально то есть размером насколько мне известно возраста доминика не озвучивается ни в одном из фильмов но в интернете ходит версия что он 1976 года рождения то есть это 13-летний доминик а это джейкоб которому максимум и 12 лет так много вопросов а все ответы похожи в исключительной крутости семейства торетто но одно можно сказать точно если доминик акселерат то джейкоб дегенерат ну или это пятилетний пупс который работает механиком на гонках у меня пропуске зажигания уже два круга джейкоб сейчас ладно джейкоб замечает возле сгоревшей машины отца его оппонента который бортанул батю на треке и выдвигается к нему походкой качка сверхлегковой весовой категории с вечно сохнувшим дезодорантом подмышками наверное он думает что сейчас выглядит как то так но его останавливает доминик а потом сам же избивает мужика разводным ключом как результат его садят в тюрьму за порчу инструмента и тут происходит этот переход да джейкоб так изменился как будто с тех пор питался только кирпичами ну или жил в москве при собянине они бы еще так сделали итак джейкоб теперь водится с каким-то мажориком у которого есть своя армия и они похитили сайфер отлично сработали выкрыли меня из самолета прямо в воздухе вещи и разбили его в придачу спасибо что напомнила мы же с отключенным мозгом смотрим и уже все забыли а нужна она ему чтобы хакнуть какой-то диск с информацией о местонахождении второй половины диска шара за микродолю мгновения сайфер взламывает диск но мне не столько интересно как она хакает сколько то как она в этой прозрачной камере какает шутки за 300 с рифмой тем временем доминиканцы прибывают в некое тайное логово мистера никто я смогла расшифровать данные которые были в сигнале бедствия мистера никто и нашла там gps координаты спрятанные явно специально туда же подваливает миа дело же семейное джейкоб и мой брат тоже а брайан типа остается нянчится с детьми мои дети и твой сын сейчас в полной безопасности с ними брайан отличная легенда лучше бы сказали что у него ковид и он на самоизоляции две недели а еще что у него нюх пропала и он не почувствовал как запахло жареным рамзи принимается объяснять из-за чего весь сыр бор встречайте секретный проект арес арес способен подчинить себе любое устройство с бинарной основой и запустить на нем музыку от которой каждый человек на планете начнет танцевать это нужно чтобы форсажи окончательно перестали отличаться от индийских фильмов на самом же деле с помощью этой приблуды можно управлять вообще всеми компьютерами на планете если загрузить арес например на спутник он распространится среди жильцов вашего жека а дальше уже можно спокойно контролировать оружие любого типа очень на бой свежо на то что сайфер и без ареса в прошлой части хакала все что захочется на расстоянии про это мы забудем хотя арес нужен не сайфер обезображенному интеллектом джейкобу но все равно мистер никто изъял прототип и разделил его на две равные части бесполезные без спецключа активации джейкоб заполучил одну из половинок теперь он пытается найти вторую часть а вот ключа нет мы его найдем с помощью первоклассного вождения постой есть еще одна тема в послании мистера никто было зашифрованными связанное с ключом сейчас будет нежданчик лучше присядьте да я узнал об этом еще из трейлера в общем он доминиканцы разделяются эти двое идут и добывать тачки лети сми летят в токио искать хана а доминик едет за джейкобом но перед этим его опять накрывает флешбеком из которого мы во первых узнаем что это джейкоб виноват в смерти отца топливопроводе трещина попадет воздух и тачка захлебнется старый трюк которым механики пользуются чтобы слить гонку но если трещина станет побольше туда попадет искра все взлетит к чертям а во-вторых кто следующий кто бросит мне вызов я попробую доминик давно откинулся так увлекся гонками что забыл когда его брат из тюрьмы выходит а во-вторых доминик вызывает джейкоба на дуэль мы болтаем или едем мы болтаем или едем хочешь потягаться со мной на корыте бадди водила важнее тачки неважно что у машины под капотом самое главное это то кто сидит за рулем набора пафосных фразочек хватило минимум на 25 лет прежде чем они начали повторяться в результате же проигрыша дуэли младшой изгоняется из семьи города планеты после флешбека доминик приезжает к старому знакомому в исполнении майкла рукера который пока лед не встал снимается во всяких блокбастерах в эпизодических ролях я ищу джейкоба я знаю что ты приютил его когда отсосала он сообщает дому что джейкоб в лондоне то есть джейкоб после того как узнал где искать вторую половину диско шара заехала сюда и сказал пока нет я в лондон только это никому не говори без вариантов тем временем летти ими я в токио трапезничают как вдруг они замечают какую-то занавеску с драконом и такие а это мы удачно выбрали где похавать они идут в эту квартиру и встречают там плети мия а также группу вооруженных мужчин но мужчины хоть и вооруженные но все равно не могут ничего противопоставить женскому кун-фу почему женскому потому что с использованием кухонной утвари короче девушки ведут со счетом 4-0 примерно когда в разборку вмешивается таинственный снайпер джеки ч хан а ну да конечно же хан и он видимо знал о засаде поэтому послал свою азиатскую подружку помочь девчатам а сам решил по-мужски отлежаться на крыше с винтовочкой выходцы же из колыбели человечества приезжают к этому типу и я просто напомню что этот бруталу когда-то был главным героем одной из частей форсажа но у него не получилось полноценно влиться в компанию доминика потому что были проблемы в школе но на данный момент он ее скорее всего окончил и теперь в компании двух балдуев собирает машину с реактивным двигателем на которой эти двое в скором времени отправятся в космос но есть одна загвоздочка она не взорвалась даже не расплавилась стоит блин как ну что как бы не помешает этим двоим буквально через пару дней полететь на ней в космос и наконец самое интересное встреча доминика с джейкобом с осуществлением которой доминику помогает куини мошенница воровка пенсионерка еще из тюрьмы по всей видимости сбежавшая я слышал тебя упекли за решетку как села так сразу и вышла которую доминик наверное по телефонному справочнику нашел еще здесь кое-кого он прилетел сюда совсем недавно с большой командой плюс деньги и связи а кстати да есть одна залетная команда в которой главарь америка до объяснение того как герои этого фильма находят те или иные вещи или оказываются в тех или иных локациях какие-то супер тупые и хорошо справляются только с растягиванием хронометража он был примерно с тебя ростом и внешне похож нет но когда к вы не произносит это на месте доминика должен быть лэсли нильсон только он имеет право серьезным лицом выслушивать подобную херню в общем куини не только дает информацию о джейкобе но и привозит доминика к дворцу того мажора где и находится джейкоб возле дворца уже по заебавшей традиции тусуется толпа баб во всем белом как будто их выгрузили прямиком с аркадии или недавно приезжала тетя ася или на тусовку не допускаются девушки у которых те дни не суть в общем наступает воистину самый волнительный момент кто из братьев и будет выше и они одного роста джейкоб даже выше на пару сантиметров как впрочем сина выше дизеля определенно в продакт-плейсменте не хватает растишки мой отец глава одного государства я нет этот дворец посольство получается ты вторгся на территорию моей страны с целью убийства разумеется я вынужден был обратиться за помощью в интерпол понятное дело доминика пленяют но доминик как поживаешь красавчик большое спасибо лейса кто это как она узнала что доминик во дворце когда они успели сгонять в магазин спецодежда и прочее что за издевательство ради сомнительного камео держи пригодится ствол запрограммирован на биометрию твоего братца вычислишь его теперь без напрягов отлично а может давайте сразу так вот это счастливая концовка фильма можешь пустить финальные титры когда захочешь но нет действие переносится в эдинбург я сняла биометрию джейкоба с его кружки программа показывает что его люди находятся буквально в двух шагах от нас в радиусе примерно 100 метров не уверен что понял ты сняла биометрию джейкоба но программа тебе показывает его людей у них что ли накануне была оргия ну не то чтобы это обстоятельство помогло по биометрии джейкоба обнаружить его людей но все же ладно доминиканцы беспалево въезжают в центр площади где тусуются люди джейкоба технику внезапно начинает глючить роман замечает подозрительных мужиков их уши неоднократно поломаны эти ребятки бойцы и по всей видимости это очень хреновые бойцы наш гений сбил курьеров потому что ему не понравились их уши оказывается что в кузове супермагнит ну а чтобы выдержать и описать дальнейшие события нужно обладать невероятным терпением плохиши запираются в кузове с этими двумя оставив грузовик открытым и с ключами в замке зажигания рамзи замечает мажора и решает за ним проследить но какая неожиданность он садится в машину еще один у меня нет прав я не умею водить от слова совсем но доминик и и уговаривает уговаривает человека не умеющего водить поехать на машине он бы наверное и гуманитария уговорила решить задачу по физике и еще почему у всех наушники а у доминика рация ладно с такого вот ракурса рамзи замечает ключи и решает угнать рандомный грузовик ведь она еще не знает что в кузове ее друзья если тормоз слева значит газ если слева тормоз а справа газ и под ногами больше ничего не мешается это автоматическая коробка передач поэтому как-то непонятно зачем она будет постоянно дергать рычаг начинается погоня во время которой страдает ту его хуча ни в чем не повинных людей кузове же все это время мужики дерутся и естественно двое хороших побеждают четверых плохих но выбрасывают из кузова только двоих еще двоих видимо съедают тем временем доминик гонится за джейкобом который уходит по воздуху сначала он преследует его на машине а потом спешивается чтобы преследовать братца сайгача по крышам и типа серьезно они не смогли сделать так чтобы доминик ехал по крышам на машине после такого и такого почему-то мне кажется что после такого прыжка и учитывая направление движения двух этих транспортов доминик должен был упасть на жопу и пёрнуть но нет о чем ты думал дебил в общем они конечно же мягко приземляются джейкоб угоняет машину но его убив всех посетителей ресторана замагничивают в кузов у тебя талант сама удивляюсь как у меня это вышло после чего с помощью монтажа доставляют к себе в штаб находящийся на другом конце света тем временем мажор беснуется мне нужно 50 лучших бойцов мне нужны бойцы если человек не боится он мне вовсе не нужен а также имеет приватный разговор сайфер потому что он самый великий джедай потому что он кукла с рукой хозяина в заднице вот это не понял что было сейчас я у нас гости нет девчонки им приводят хана джейкоб такой вместе с ханом он приезжает это азиаточка хан затягивает очень интересный рассказ просто блин в голове не укладывается как ты умудрился выжить после смерти жезель я не знал как дальше жить смысл бороться исчез но еще бы а можешь рассказать как как после взрыва жопу из которого следует что это азиаточка ключ к диска шару потому что ее родители изобрели его а знакомы они потому что его нанял мистер никто выкрасть шар хан выкрал и заодно спас девчонку получив судя по всему энное количество пулевых ранений 22 пули бессмертный но не умер поэтому чтобы догнаться ему после расстрела понадобилась инсценировка смерти и мистер никто помог ему провернуть этот фокус причем судя по кадрам фильма это реально была магия по окончании рассказа ни секундой позже или раньше в бункер врывается мажорчик с армией как будто они за углом слушали рассказ нашли же они этот бункер не по дубль гису как все остальные а потому что сюрприз сюрприз джейкоб тоже работал на мистера никто а этот бункер был его кабинетом я контролировал выполнял его миссии отсюда годами мое отношение к такому сценарному гению можно прочитать на лице доминика пользуясь случаем джейкоб рассказывает правду о гибели отца он погиб потому что хотел проиграть семья была в долгах чтобы не разочаровать тебя он обратился ко мне откуда я знал что машина взорвется я же был в пятилетним ребенком а потом негодяи уходят даже никого не расстреляв у язвы лать и балл все все не надо пи g13 не забывай а еще он только воскрес и свое дорогостоящее оборудование не забирают но оставляют около 10 человек охранять первоклассных водил это все получает довольно предсказуемое развитие пока охранники парят доминиканцы сбегают стоп а это кто драки же не было бомжи живущие в этом коллекторе в один момент доминик почему-то решает что ему нужно в одну каску всех отмудохать он скидывает 1 2 3 4 5 но супостаты где-то нашли 3d принтер или доминик в матрицу попал но гадов уже не 10 тогда доминик подобно самсону сокрушающему колонны обрушивает на супостатов небосвод нахуй и сам погиб нет на этом аналогия самсоном все доминик падает в воду и начинает видеть флэшбеки сначала день за неделю до той гонки царевич и гвидоны тут еще пока только новорожденные потом как отец предается сексу по телефону потом саму гонку и наконец дуэли с братом и понимает каким он был слепым и импульсивным долбоебом а потом его спасает летти и что самое прекрасное они возвращаются в этот штаб чтобы спланировать дальнейшие действия а это даже с выключенным мозгом воспринимается как полнейшая хуйня они как клопы которых не выгнать из дивана времени у нас совсем мало после активации нужно лишь распространить сигнал по планете ему придется запустить некий пиратский спутник для усиления этого сигнала как найдем его сорвем план и освободим нам сто пудов не успеть до запуска всегда везде успевали а тут не успеете короче ему нужно хакнуть спутник прямо в космосе и остановить джейкоба на земле в космос конечно же отправляется тот кто меньше всего этого хочет это же открытый космос там инопланетян я бы на твоем месте не инопланетян опасался а вот этих ребят хотя на самом деле их стоит опасаться только женщинам ну а летят они в космос на той самой машине которая взорвалась ну или может быть у него целая эскадрилья таких аппаратов это та самая тачка рванувшая после тест-драйва ясно понятно и тут надо сказать что с полетом в космос в этом фильме случилась конкретная лажа до просмотра фильма я знал что они реализовали шутку с полетом в космос но я думал что доминик взлетит на машине земли и покинет воздушное пространство благодаря первоклассному вождению он же смог благодаря этому перелететь с острова на остров но нет они отправили машину в небо на самолете и вдобавок у нее даже колес нет какой в этом смысл ладно эти двое летят бороздить просторы вселенной а остальные доминиканцы приступают к преследованию автоколонной джейкоба который уже запустил диско шар и начал передачу данных начинается автомобильный геноцид грузинского народа потому что действие происходит в тбилиси уходя от погони и расстрела доминик сворачивается на тротуар а потом еще и магнит врубает люди получающие по голове стиральными машинами и холодильниками такие спасибо а доминик с таким лицом пожалуйста хансми и пытаются освободить ключик который охраняет нгану ван панчман от мира мма тяжелой весовой категории но фильме он играет роли человека который позавидовал бы силе удара руслана усачева потому что он не способен отпиздить хана наверно самого слабого персонажа то есть нгану дерется не с домиником не с джейкобом не даже слетти опять-таки какой смысл приглашать таких звезд ради таких сцен что дальше они пригласят ван дама который будет драться с пэрис хилтон ладно хан передает нгану бомбящий привет от даны уайта вдруг выясняется что мажор скооперировался сайфер и приказал чарли да да тому самому чарли разобраться с джейкобом чарли скидывает джейкоба с крыши но тут как тут доминик со своей излюбленной помощью виде подстилки из мягкой машины джейкоб спасен а чарли решает что он агент смит и спрыгивается на машину которая продолжает катиться на боку якобы потому что ее подталкивает броневик лови не поймал мия глядя в глаза джейкоба все понимает и говорит давай 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 и он улепетывает на ее машине доминик глядя в глаза джейкобу тоже понимает что джейкоб больше не хочет быть тайлером дёрданом и шатать мир потому что он обидевся а двум обидам не место в его сердце поэтому на доминика он больше не обижается думаю такой же логики придерживался и сценарист потом мы видимо должны представить что ни одна пуля не летит мимо цели и не рикошетит в мирных жителей и что в этих машинах совершенно случайно и ни один человек не сидел и что от действий доминиканцев ну совершенно никто не пострадал когда же становится понятно что броневик unstoppable они пробуют остановить его с помощью тормозов и тут сценарист решает применить к многотонному броне автопоезду физику велосипеда тормозящего передним колесом и у него получается хотя чему удивляться у создателей форсажей давно уже лицензия на убийство физики тем временем у тупо нафтов срывается план по отключению спутника с помощью магнитов по ходу во время старта от перегрузок порвало провода и они таранят спутник а заодно и разрушители первого ордена и даже остаются живы перевернутый же торможением автопоезд по инерции едет на крыше даже быстрее чем на колесах доминик залазит в него забирает дискошар вылазит оценивает насколько для него это обыденная ситуация и такой прикидывает сейчас я значит кину туда мину сам залезу обратно мина взрывом заставит поезд перевернуться ровно столько раз сколько нужно чтобы он встал на колеса на дороге я пока он будет переворачиваться чисто на изичах добегу до кабины конечно будет слегка болтать и но это ничего и в последний момент вырулю потом по мне начнут стрелять ракетами а я такой с разворота хоба конечно же будет очень много огня но он меня не тронет потому что знает что это бесполезно ну и все в общем то проходит по плану к слову сайфер управляла истребителем и дистанционно поэтому осталось жива пойду сделаю другую прическу не похожую на пиписью а эти двое вернулись домой пешком джейкоб же помирившись семьей уезжает по делам напоследок нам показывают традиционное семейное застолье на которое приезжает брайан но я сомневаюсь что полуокер нашел способ покинуть планету гор ну и приличия ради в сцене после титров к декарду приходит хан чтобы раскрыть секрет фокуса а вы пишите в комментариях в каком временном промежутке по вашему мнению происходит эта встреча и ставьте лайки кто еще не поставил потому что это конец обзора итога не будет так как вы их все равно не смотрите да и я все сказал так что всем спасибо за внимание особенно за то что досмотрели до конца всем кто напишет это в комментариях поставлю сердечко остальным не буду ставить пока пока а